Здравствуйте, Данна Сагитовна, так рада вас видеть. Врач высшей категории, врач-энтокринолог. Расскажите, пожалуйста, сегодня о проблемах с циститом. У многих людей есть проблема такая. Недержание мочи, цистит, женские заболевания, мужской геморрой. Что можно сейчас порекомендовать вообще? Вот смотрите, если взять нашу женскую систему, то вот здесь вот есть матка, вот это трубы, вот здесь вот яичники. И за маткой, получается, вот здесь есть мочевой пузырь, ну вот такой вот удлиненный, и там есть мочеточник. Когда идет воспаление именно в яичниках, или в матке, или в трубах, то вот это воспаление, оно сильно давит на мочевой пузырь. Из-за того, что идет давление через женские органы, получается, вот здесь тоже инфицирование идет, то есть мочевого пузыря. На мочевой пузырь, когда давит, то мочеточник, он начинает заполняться бактериями. Из-за того, что мочеиспускание частое, болезненное, потому что здесь инфекция уже накопилась именно в мочевом пузыре. А бывает, что здесь еще и камушки появляются. Из-за того, что камни, песок, вот здесь происходит такое воспаление. И когда вы будете применять вот такой интим-гель, то есть внутри влагалищно будете применять, то он будет работать еще на мочеточник. То есть он улучшает работу именно мочеточника, мочевого пузыря, попутно решает проблемы. Поэтому здесь интимные гели, женские, лечебные, они получаются в каждой упаковке шесть таких шприцов. Каждый шприц уже упакован гелями. Там нужно просто снять наконечник и, приняв личную гигиену, вечером на ночь, просто вводится внутри влагалищно где-то на шесть-восемь сантиметров. И потом утром его не нужно промывать, дезинфицировать. Это все через слизистую впитывается. Поэтому курс лечения вообще три упаковки. Еще есть такие вопросы, да, при менструации можно ли? Нет, нежелательно. Нужно дождаться, когда у вас цикл закончится и выбрать именно 18 дней непрерывного применения. Тогда у вас будет очень хорошее лечение, то есть курс лечения. А как часто вообще его надо применять? Ну, если есть женские проблемы, если есть проблемы с мочеточником или с мочевым пузырем или геморроем, то, конечно, применять нужно раз в три месяца, то есть четыре раза в год. Если таких особых проблем нет, то можно два раза в год. Еще, знаете, вот те женщины, которые еще ходят в бассейн, да, это же тоже проблема, боятся наши милые дамы, что они подхватят какую-то инфекцию. Вот после бассейна его тоже можно использовать. Для профилактики. Для профилактики, чтобы не было дальше воспалений. Отлично, спасибо большое.